Указ президента Садыра Джапарова о запрете пышных семейных и памятных торжеств, связанные с похоронами, не содержит чётких ограничений и цифр, заявил госсекретарь Сюнбек Космомбетов. По его словам, в указе говорится о запрете расточительства, а не о забои скота. Как добавил Космомбетов, поминальные обряды должны проходить не с целью накормить людей, а с целью поддержки родных покойного. Президент, что говорит о своём указе. Там не написано ни одной цифры. Один баран или пять баранов. Вот в моих руках указ главы государства. Здесь нет ни слова о том, чтобы никто не забивал ни одного барана или курицу, чтобы гости уходили, как пришли. Если будут нарушать положение, то будут привлечены к ответственности, выплатят штраф. Здесь нет такого. В обществе толкуют как? Говорят, что только два барана разрешено резать или вовсе запретили. Нет ни одного запрета. Если вникнуть в указ, то стоит только один вопрос. При проведении похорон не допустить расточительства. И состоятельные люди должны тому стать примером. Они должны показать, что расточительство недопустимо. Поддержал указ президента и теолог Акимджан Эргешев. Он заявил, что документ полностью соответствует законам шариата и отвечает интересам государства. По его словам, мусульманам не обязательно забивать скот и устраивать торжественные поминки. Напомним, что после издания указа Духовное управление мусульман разработало фетфу, запрещающую расточительные похороны. Если подписанный указ принесёт пользу обществу, то он должен быть принят без обсуждения. Конечно, трудно сказать, что все будут соблюдать и поддерживать такие ограничения. Расточительство запрещено шариатам. Соперники обязательно будут. Однако решение, затрагивающее массы, не должно быть отменено в интересах некоторых людей. Если мы не будем рациональны, то наша страна никогда не поднимется. По мнению Кыргазоведа Мелисса Мураталиева, акцент должен быть направлен на повышение осведомлённости общественности, а не на ограничения. Процесс может быть долгим и сложным. Однако, как подчеркнул Мураталиев, главной целью должно быть просвещение и развитие граждан. У нас в обществе есть проблемы, связанные с расточительством и конкуренцией. Если мы хотим это остановить, то тогда нужно запретить и ездить на Лексусах и других крутых машинах. Есть много молодых людей, которые видят богатых и берут в кредит автомобиль. Богатые чиновники живут в особняках. Многие, чтобы быть с ними наравне, и дом берут в кредит. Смысл жизни в том, что человек должен расти и развиваться. В первую очередь, указ должен быть направлен к духовно-нравственному развитию человека, а не на ограничения. Нужно работать системно, начиная со школьной скамьи. Только тогда дойдёт до сознания каждого, и нация будет развиваться. Напомним, что ещё до указа президента в мае прошлого года депутаты 6-го созыва разработали законопроект против проведения пышных торжеств, свадеб и других мероприятий. В июле его приняли в первом чтении, и сегодня документ находится на общественном обсуждении. Инициатором выступил Улукпек Урмонов. По словам парламентария, это поможет искоренить среди граждан факты чрезмерной расточительности. Согласно законопроекту, семейные торжества, обряды и мероприятия в стране должны проводиться с приглашением не более 100 человек. В свадьбы и банкеты до 200 гостей. В свадебных кортежах должно быть не более трёх автомобилей.